Для приготовления заварного крема мы берем 1 литр молока, поставили уже кастрюлю и вливаем молочко подогреваться в кастрюлю. Тем временем мы берем в другую миску, вбиваем 5 яиц. Теперь начинаем взбивать наши яйца венчиком. Берем ванилин, добавляем пачку целую ванилина. Готово! Добавили ванилин и теперь постепенно всыпаем сахар. Сахара у меня 1 стакан. Здесь уже по желанию. Любите послащий крем, значит сахара засыпаем весь стакан. Кто поменьше любит, значит можно поменьше засыпать. Все хорошенечко перемешиваем. Теперь к этой массе добавляем 2 столовые ложки муки с легкой корочкой. Хорошо опять взбиваем. Получается однородная масса у нас. Готово! Тем временем молоко, которое было у нас на плите, уже стало теплым. Мы вливаем в нашу яично-сахарную смесь вот таким образом 2,5 половины молока. И начинаем все хорошенечко перемешивать. До кипяченого вида мы молоко не доводим до кипячения. Это для того, чтобы наши яйца не свернулись. Вот эта смесь. Теплое молочко чтобы было. И теперь мы нашу массу будем постепенно вливать в молочко. Помешиваем молочко. Все. Вылили. И теперь доводим наш крем до загустения. Пока не закипит и не загустится. До легких-легких бульбушек. Мешаем в процессе. Не забываем про наш крем. И так появились у нас уже первые бульбочки. Наш крем начинает быть гуще и гуще с каждой минутой. Вот сейчас нам надо уловить тот момент, чтобы нам его не переварить. Мешаем, каждый раз мешаем, 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 чтобы у нас не появилось комочков. Масса должна быть. Крем у нас должен быть однородным. Очень вкусный этот крем получается. Его можно использовать во многих видах тортов. И всегда этот крем выигрышный. Вкуснючий, вкуснючий. Вот уже видите, какое гущина появляется. Мешаем, мешаем, мешаем. Совсем скоро уже выключим. Как только бульбочки начнутся, наш крем будет готов. Вот он уже такой густой крем. Тут уже остаются следы. В принципе, готовится он легко и просто, и быстро. Вот гульбочки начали появляться. Это говорит о том, что наш крем уже готов. Все. Тем временем мы сливочное масло уже растопили до комнатной температуры. И сейчас крем немножко подостынет. И мы будем вбивать в наш крем сливочное масло. Перелью наш крем в чашу. Вот он какой густой. Получился, чтобы быстрее и так остыл наш крем. И потом буду сюда вбивать сливочное масло. Ну вот и остыл наш крем. Теперь мы сюда можем добавлять сливочное масло. Сливочное масло у нас комнатной температуры. Оно будет легко у нас сейчас растворяться в нашем креме. Вот таким образом. все. Все. И теперь мы взбиваем наш крем. Вот, можно сказать, сливочное масло у нас уже растворилось в нашем креме. Можно и блендером воспользоваться. Но этот крем настолько нежный, что он легко, легко у нас взбивается венчиком. Все. Крем готов. Вот, можно сказать, повез 37. compostил скрыто. Он находится стоило и данным по-уги этому.